Дорогие родители, вы на проекте «Мой особенный ребенок». И сейчас мы с вами познакомимся с новыми упражнениями, которые можно проводить как в часть занятия или в свободное от занятия время. Я думаю, что у всех у вас есть газеты дома или любая бумага, которую можно порвать и можно использовать для занятия. Допустим, вашему ребенку мы можем дать вот газету и пускай она, ребенок, некоторое время трогает, рассматривает, жмет газету, разрывает. Так, Леночка, давай сядем ровненько. И вот даете ей время, чтобы она знакомилась с данным материалом, трогала. В рот, конечно, Лене нельзя брать. И некоторое время ребенок начинает манипулировать с данным материалом, с бумагой. Посмотрите, ей очень интересно. Она рассматривает, нюхает. Раздает шуб, в рот нельзя брать. Лена, не берем в рот. Если попадает этот материал в рот, допустим, там один-два раза, это не страшно. Главное, чтобы она не успела его обслюнялить и съесть. Ну, а затем показываем дальше, что можно с этим материалом делать. Посмотри, Лена. Разрываем. То есть, ее берем руками. Порядем. Вот, как мы ревем этот материал. То есть, газетку. Как мы ревем эту газетку. Давай попробую сейчас сама. Сама. Так, вот тут вознись. Открывай ручку. И вот так, давай разрывай. Давай, разрывай. Сама. Тяни, тяни, тяни. Давай попробуй сама. Посмотрите, у ребенка уже быстро схватил и начинает разрывать газету. Это тоже, это сложное для нее упражнение. Посмотрите, как она слушает, как рвется бумага. Она слушает, как шелестит бумага. Давай, Леночка, еще. То есть, мы ей помогаем поначалу. Если ребенок только-только начинает обучаться, ему тяжело. Мы надрываем. А дальше ребенок начинает рвать газету даже на мелкие кусочки или на большие, на крупные кусочки. Это занятие или это упражнение можно проводить в любое время. Но главное, чтобы вы следили, чтобы ребенок не брал газету в рот. Нельзя, Лена. Нельзя. Когда ребенок берет газету в рот, или какой-то предмет, а вы понимаете, что уже не надо брать, вы говорите, нельзя. Повторяете. Такое занятие можно проводить 10-15 минут. Насколько интересно будет для самого ребенка. Я повторяю, что такие занятия можно проводить с особенными детьми и детям, которым возраст развития от 0 до 2 и 3 даже лет. Вот, допустим, брать им, давать бумагу, чтобы они разрывали. Так, хорошо. То есть я вам показываю сейчас самое короткое время. Но видите, что данная газета заинтересовала ребенка. Ей было интересно. И даже она сама начала рвать. Следующее. Мы также можем использовать, даем и различные материалы. Допустим, материю. Посмотри, Лена. Ой, какой интересный коробок. А что в этом коробке? Давай посмотрим. Что в этом коробке? Посмотри. Открывай коробочек. Приоткрыли, чтобы ребенок сам начал открывать его. Открывай, открывай. Вот так, смотри, Лена, берешь вот так вот и открываешь коробок. Вот он, какой коробочек. И в этом коробке у нас, опять же, мы уже в прошлый раз с вами смотрели, то есть опять же лежит различный материал. Допустим, материя жесткая, мягкая, гладкая. Также дождик. Но вы обратили внимание, что я в данном случае ей дала уже коробок. То есть это уже усложнение идет. Давай, Лена, а ну давай, еще раз попробуем. Как же открыть этот коробочек? Пускай сам ребенок, вот вы даете, и сам ребенок должен открыть коробок. На, открывай коробок. Давай, Лена, давай. Открывай коробок. Что там в коробке? Открывай. Давай, давай, открывай. Давай, открывай. Давай, открывай. Мы должны обязательно теперь сделать так, чтобы ребенок наш открывал коробочек, понимал, что надо открывать коробок. И ребенок начинает рассматривать все, что находится у него в коробке. Итак, дорогие родители, мы с вами, Лена, поднимали голову, и надо наблюдать за ребенком, чтобы слишком он там не кунял, а то весь в коробок залез. И чтобы ребенок манипулировал с игрушками и как можно меньше брал в рот, чтобы не съел. Итак, на следующий раз мы еще вам покажем, что можно и как можно проводить с бросовым материалом.